Таких грифов и несколько десятков сипов белоголовых, вон они. Мы их часто видим на африканских картинках, когда они взрывают там свои туши. Но такие птицы есть где-то в усилийских фазарах. Они прекрасно у нас там надаются, в птице летели залки и тоже тут все. Ну а здесь вольерное содержание животных, в которых и льята подрастающие, и амурские леопарды, вот они уникальны. Здесь вон они спрятались, там за деревьях больше пола. 28 особей осталось, и поэтому уделся сохранять зоопарки. Великолепные, красивые звери, вот, и к сожалению, то в Байкал, Амурская магистраль, то еще там чего-то. Группа НТВ, поехавшая на Дальний Восток, за два месяца не нашли. Поехали ко мне снимать вольерах между камнями и группой кухар. Ну, говорят, вот ходили два месяца, вот тут мы были, здесь есть инструмент для африканских. И посмотрели, здесь черные. А вот ягуары, главная кошка. А вот это, а вот, ну, уже привезены, купленные, да. Это не наши, тут не только наши, тут со всего мира животные есть. А это, а это родились, вот, родились в помете. Да, родились в одном помете один обыкновенный, один вот такой черный родился. А вон их мама. Стерва редкая, но детей хороших не было. Ну, это покиняк, он же ждет взгляд, взгляд недобрый. Вы там лайки, чем проведут. Ну, это такое дело. Алло. Да, да. Проходите через Татьяну Сергеевну, администратор, скажите, с директором пригласовано, чтобы и представитель с ним. Да, приходите. Да, это уссурийский гималайский медведь. А вот сережные белые тигры, которых всего 135 сирий. Пойдемте, посмотрите. Ой, какие красивые. В 1956 году где-то в Индии был пойман один белый тигр по критике Раджа. Его поселили у какого-то махарадзе, он жил и в восьмом поколении в помете с обыкновенной рыжей тигрицей родилась белая девочка. Их скрестили и получились чистый вид белых тигров. Этих тигров вы никогда не увидите в природе. Сегодня они только идут по зоопаркам всего мира. Считаются, ну, такими элитными, эксклюзивными, как все белое, чистое и так далее. Сегодня вся племенная книга этих тигров около 135-140 тигров. Первого тигра нам подарила премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимашев. Привет! Тимошенко и оттуда пошел род белых тигров. Самца мы купили во Франции, привезли. И потом они размножались. Мы уже много продавали в Москву их и меняли на других животных. Но сегодня в зоопарке у нас живет 8 белых тигров из 135 в мире. Вы понимаете, что это очень существенная коллекция. И таких видов, десятки, которые здесь живут в таком количестве, как нет в Европе. Вы нигде не найдете в Европе, чтобы 20 грифов черных жило. Потому что грифы, ну, в Европе международные программы по их сохранению, интердукции в природу сегодня объявлены. И за выпуск грифа в природу, вырожденного в зоопарке, дают сумасшедшие деньги. До 40 тысяч евро в странах дают. Понимаете, поэтому... Мы заели, вот что там. Лариса, вы приехали, прилетели, все хорошо? Красавец. Я сейчас, сейчас, занимайтесь, я занят, давайте, занимайтесь. Занимайтесь, я с плотовки. А вы, по-моему, медведь, да? Здесь медведь, мишки сейчас замолит сотрудник и выпустит. Видите, окончай мы, давай, выпускай мишек пришли, смотри, иди сюда, давай, Вика. Давай, 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 давай. Делаем все быстро. Николай Николаевич, приехал. Да ладно, ладно. Как говорила Канна Муисеевна, вкладывайте какие-то воспоминания. Это малыши этого года, да. Они вот здесь обжирены, все ли это на территории развлекательных. Все, вот так вот, на, переднюю стенку закончим и поедем. Чтобы здесь не было вот этих водохлёстов, не гордится. Да, пацаны? Эй, эй. Сложно. Сегодня в зоопарке сказки «Тариган» содержится 42 медведи. Это свет для любого зоопарка. Потому что медведи – это очень сильные, грозные, хищники и содержание очень дорого. Вот и действительно, в контексте своего выступления, недавно говоря о том, что крымские власти не думают о той коллекции, которую я содержу. Не думают о затратах и все время, на протяжении пяти лет, пытаются закрыть мои зоопарки. Если у вас мужчина, но причин особых нет, кроме желания, в принципе, власти, это сделать. И я сказал, что тогда мне придется оптимизировать коллекцию. И, к сожалению, медведи попали, как самые малоценные по стране – тигрови, белыми львами, ягуарами, пумними и так далее. Зурафами, цимпанже. И я объявил, что заберите 30 медведей в зоопарке России, как туда пройдет один месяц, и мы посмотрим, сколько зоопарков России, заповедников или каких-то приютов пожелают взять вот это достояние России. Поэтому все, что я прошу, это относиться не по-человечески, а по-человечески к той коллекции, которую я содержу. И не отнимать то, что по закону принадлежит нашим паскам. Вот из-за таких ветеринаров, как Тушина, Иванов и желания каких-то там чиновников. Витя, ты заберешь у меня шланг или как? Ну все, директор правил шланг, это все, пойдемте. Куда накормление. Каждое утро собираются здесь туристы. Вот вы откуда приехали? В Симферополь. В Симферополь. Очень приятно. Первый раз мы нас катали прямо в среду. Хорошо. Вот таких львов всего 300 в мире. 20 из них живет в нашем парке. Не только живут, но успешно размножают. Это лечащие белые львы. Ну и вообще львов, вот таких рыбок сегодня, к сожалению, остались. В природе 3-4 тысячи, еще 12 тысяч живет их на термах. Сегодня они вымирающие. И, к сожалению, ареалы обитания сокращаются. Африка заселяется. Вот нет пищевой цепочки, потому что все уничтожает. И, к сожалению, они тоже уже сегодня занесены в Красную книгу. Парк Тайган – это просто маленький биотоп африканской саванны. Не все могут доехать в Африку. Это дорого, сложно. И доступно 0,7% нашего населения. А вот приехать в Крым российский и посетить парк, и увидеть этих величественных царей-зверей вот здесь. Не в клетках тесных зоопарков, которые есть до сих пор еще в том себе в России, а вот здесь, на просторах Крымской саванны – это большое удовольствие и счастье. И за этим сюда едут многие-многие тысячи и сотни тысяч людей. За вот этой картинкой на фоне Крымских гор вот так увидеть свободно гуляющих львов. Здесь можно сфотографироваться с малышами львов, которые рождаются у нас, что называется, пачками. Ну и очень много другого. Товарищи, вам нравится в парке Тайган? Да, конечно, очень. Откуда вы, ребята? Интересно. Крымские. Сегодня суббота, поэтому крымчане идут. Но нужно быть просто сумасшедшим ветеринаром, чтобы вот так с моста увидеть недоеденный кусок вот такой мяты, и говорить, о, вы видите, биологические отходы. И оштрафовать зоопарк на 500 тысяч. Ветеринары смешат себя. Посмотрите на этих скальных воронов. Они ждут, они ждут то, что недоедят тигры, и моментально это обгладывают до состояния голой кости. К сожалению, здесь нет гиен, то и гиена бы съели бы это мясо. Круговорот в природе, он придуман миллионами лет. И сегодня это не просто какая-то ферма по разведению львов. Это биотоп, это заповедник. Здесь львы живут своей естественной жизнью. Делят территорию, делят самок, сражаются иногда. Второй штраф полмиллиона я получил в прошлой неделе за то, что львы один другому поцарапали где-то там на бедре что-то. Чо-ка, ты где, гек? Ну вот они сейчас. И ветеринары сделали мне предписание, говорят, найти тех львиц, которые его поцарапали, и поставить на карантин. Замечательно, понимаете? Есть такая ветеринар Тушина, сделала такие предписания маразматические. Я вам сказали, спустись и поеду. Мы ей дали акт о том, что мы комиссия в составе директора старшего кипера опросили всех львиц. Никто не признался в этом. Мы хотели прибегнуть к пыткам, но учитывая закон Российской Федерации о жестоком обращении с животными, не стали этого делать. Ее это не устроило госпожу Тушину, и она штрафовала еще на 500 тысяч рублей. И подала в суд по совокупности наших преступлений за мясо и за поцарапанного льва на закрытие парка Львов-Тайган. 3 декабря Белогорский суд 10-15 будет рассматривать дело о закрытии парка Львов-Тайган. Ну вот мыслимо дело. И если бы это был один маразматический такой иски суд... А вы с собой в суд возьмите. Да, было бы хорошо. Но тогда нас обвинят в чем-то другом. Обвинят недолго. Смотрите, смотрите, и это нормально, господа. Безобразие. Надо спуститься и разнять. Вот именно так говорят ветеринары и штрафуют меня за то, что я этого не делаю. Вы должны обеспечить безопасность в саванне. Ребята, они сами без нас разберутся. Это их природа. И поверьте, если бы они друг друга калечили и убивали, здесь бы уже давно никого не было. Парк работает более 7 лет. Они же полетать собрались. Они в саванне, вот они там все малюшки. Сейчас объединятся, против кого мы будем дружить там и так далее. У них все там... У них тут свое поверье, понимаете? Поэтому... Они разберутся. Это природа. И если вы видите у львов огромные гривы, только для того, чтобы во время драк жизненно важные органы и грива не были повреждены, понимаете? Поэтому в природе все максимально. В природе нет понтов. Вот, понимаете, как красиво. Это они обозначают... Этот рык раскатистый. Мы слышим несколько миль вокруг. Надо концеприлу замерить. У вас совершенно... Да-да-да-да. Я вижу, Николай Николаевич, вы, если были бы ветеринарным чиновником, преуспели бы в моразьбе крымских ветеринар. Я просто не вставил. А, вот вы знаете. Смотрите на этих скальных воронов. Они до метров достигают высотой. Они съедают мясо зимой больше, чем съедают мои львы. Мы успеваем львам только бросить, они подлетают. Вон, видите, они везде, эти вороны. Они лучшие санитары и утилизаторы кусочков и остатков мяса. Поэтому... А ветеринары мало того, чтобы уничтожить кусок мяса, который не доедет, так еще продезинфицировать место, где оно лежало. Это вон, везем. Моразм. Моразм, да и по-моему. Нет, подобное. Мясо не жареное, плохо приготовленное. Тоже да. Да. А штрафуют по полмиллиона. Да, да. Кто говорит, почему билеты такие дорогие? Сумасшедшие, просто сумасшедшие. Нет, ребята, зоопарки, это очень дорогие игрушки для любого бюджета. Если вы возьмете московский зоопарк, Санкт-Петербург, любой другой нашей страны, вы убедитесь, что это убыточные, дотационные зоопарки, несмотря на то, что они находятся в мегаполисах. У них миллионная посещаемость. Однако они концы с концами не могут свести, потому что в зоопарках работают сотни тысяч человек. Потому что мясо, продукты, вольеры, все это стоит очень-очень дорого. Сегодня. Причем государственные зоопарки хотя бы пользуются льготами. Они не платят за аренду земли. Но у нас нет этих льгот. Понимаете? Поэтому у нас единственный источник существования это входная плата. Товарищи, вы все купили билеты, кстати? Вот так. Спасибо вам большое. Вы поддержали парк. Вы жалеете о потраченных денег? Нет. Спасибо огромное. Спасибо. Если вы выбрали для себя вот такой маршрут выходного дня, значит это нужно вам, вашим детям. И, наверное, были варианты другого проведения. Поэтому то, что создаются такие партии, независимые от государственных субсидий, частным образом, ну это здорово. И мне кажется, это только нужно поддерживать. Средить в рамках закона, конечно, но не таких маразматических, что вот там кусок мяса, и вы вас оштрафуем. Так, крымчане, крымчане. А вот вы знаете, кто рядом с нами стоит? Все знаете? Платочкин Николай Николаевич. Слава богу. Да. Я считаю, его кандидат на номер один на должность главы России. Это кандидат на номер один. Крымчане, вы поддерживаете? Можно, можно. Тут открыто, да. Хорошая, красивая осенняя картинка. Туман рассеялся, и вы видите во всей красоте. Вот влюбленная пара пошла, вы видите? А, я в тишину, кто их поймет, что они. Влюбленная пара. Посмотрите, хвост подняла, и он сейчас 5 дней и 5 ночей будет около нее. Он не будет есть, он не будет пить. Спаривание происходит через каждые 15 минут. Она ложится, он к ней там и так далее. Вот, природа. Нам бы такое здоровье, я не знаю, как у нас население страны уже было. Вы бы нас зашармили, как вы львов кормили. Вот, видите, у льва царапина. Вот он тоже дрался за самку, у него царапина. Она очень быстро зарастает, эта царапина. Пройдет неделя, и не останется следа от этой царапины. У них, у львов, очень сильный иммунитет. Вот, плюс слюна обладает антисептическим, противобактериальным действием. Они себя, если лизанули, все, это лучше зеленки, лучше всего остального. И мы оказываем ветеринарную помощь только в крайних случаях, когда совсем рваные раны, и что-то нужно вмешательство ветеринарное. Но такие случаи бывают далеко не часто. А про лордов? Я показал фильм запашный, и там про лорда был кусок, как меня вели в сафари, да. И благодаря лорду, я сегодня действительно здесь пользуюсь популярностью с этих львов. Я могу спуститься сейчас и пойти с ними. Мы продолжим экскурсию с вашего решения для Николая Николаевича. Спасибо всем, хорошего всем дня. Спасибо, извините, беспокойтесь. Вот эти тигры рождаются в наших парках постоянно и регулярно. Вот. Это самая главная кошка России. Да, прошу вас, Николай Николаевич, вот так как ребенка надо под эти, у него когти острые, поэтому только вот так надо брать. Вот так вот под эти. А давайте я вас двоих. Давайте вот так. Давайте я вас двоих. Так, стойте, снимай. Да, мой хороший. Все, 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 все. Хорошо, хорошо, вот так. А как хорошо он смотрит. Вот ты умничка. Да, ну прям у меня сердце бьется. Все хорошо. Подождите, еще прям секундочку еще. Да, все, все, все. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. От мамки ушел, да? Ну все, все. Все, все, все. Ну, много вас тут ходит, давай. Держи. А это царь зверей, лев. Николай Николаевич, вот так, одной рукой подкоп, а другой вот так вот. Да, сейчас Анжелика сейчас сделай. Давайте Николай Николаевича одного, вот здесь к зеленому дереву. Очень хочешь быть. Мужчка. Вот так, чтобы он был. Стойте. Его мама кормит. Мы забираем его только на день, на несколько часов, да. Ну, царь есть царь. Майки хорошо смотрят. Пожалуйста, Анжелика, прошу, берите подкопку. И вот эти эмоции люди увозят по всей стране, по всему миру. Угу. Они растут потом и выпускаются в саванну. Иди сюда смотри. Иди, иди сюда смотри. Вот сюда смотри. Вот. Представляете ребенку сфотографироваться и увезти где-то в свое портфолио и так далее. Тут взрослые детьми становятся и Анжелика яркое тому подтверждение. Иди сюда смотри. Давайте я тоже. О! Вот как надо было раздомить службу безопасности с утра. А то я вот это вот сразу нагрузил. Вот так вот мелота ломает охрану. Вот так вот. Да, вот так вот. Вот так вот. О! Еще молочный, да или нет? На молоке еще. Пожалуйста. А сколько мы уже ждем? Кто? Все? Не, ему уже месяца два. Два где-то? Полтора. Полтинки такой. Полтора. она мой телефон не сняли смотрел горят ему шею схватил поехали дальше поехали смотри тоже очень немножко дебильные но очень интересный самый умный обезьяны, старого света. Не, не, нового света, простите, с южно-медикой Гаянной. Да. Помните Джекамар, в Калибском море? Очень умные. Их, если научить что-то делать там, писать, читать, мелочь по карманам тырить, золото исполнить. Лучше, у них карманы, они более честные. В зоопарке можно, как я сказал, все, только пихать, потому что животные сейчас не планируют покормить, они жгут. Это самый карлик, маленький, маленький. У вас в России, да? Да. Ну, это вот отдел по борьбе с коррупцией. Карликовые коровы. Орология с животными, ее всегда можно пробовать. Вы знаете, как хозяин собаки. Тебя выбирают. А это национальная птица Украины. Долька Блакытная Орога. 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 Подожки боитесь, они с ладошки аккуратно будут брать. Поэтому же одно? Долька Блак anonymous. а вот туда пойдемте к тому во веру там есть вожак там тоже есть вон все эти поддерживаем и голосуем товарищи это самец вот этот вожак и поэтому пока он не наберет никто не имеет права по идее брать вот теперь остальные тоже таки такой же вид до такой же вид да везде малыши и там и там малыши да мамка безопасность двенадцатом году при открытии парка львов тайган премьер-министр представитель правительства антолий могилёв приехав на открытие парка и обходя первую экскурсию когда мы подошли вот сюда в конец к этому забору военной базы который за вами да он сказал что не гоже что туристы не видят вот этой красоты крымский гор и тогда я сказал что вот пруд который есть он был для нужд военной базы построен для того чтобы значит охлаждать там какие-то компьютеры советские и так далее давайте здесь сделаем выгул для слонов смотровую площадку представитель правительства недолго подумал сказал что олег если бы ты сюда не пришел сюда бы сто лет быть еще никто не пришел и никому это поэтому ты пожалуйста то что наметил делать слоны значит слоны и ходят на водопой вот их дом наверху обратите внимание а сюда не должны ходить на водопой это наш вертолет это значит как хорошо летит у сам бальчик посмотрите как летит россия вот и вице-премьером царёв и фурлоков он сказал тогда оборвите землю законном порядке началось оформление земли крым перешел в россию сегодня меня сносят штрафуют в том числе за вот это капитальное сооружение за вот этот эстакад земля формально государства ни одного административного вопроса за пять лет в российском крыму мне с властями крыма не удалось решить полный стоп полная отработка назад только на поражение только на уничтожение всего в россии мы раньше питались и для того до хранилища но после того как украина перекрыла воду канал были вынуждены слить его в северокрымский канал водохранилище высохло и мы остались без воды машинами по 6 кубов и днем и ночью мы возили для того чтобы поить животных сохранять коллекцию и в полтора года мне понадобилось для того чтобы за свои средства от более дальнего водохранилища стабильного белогорского три километра проложить через три насосные станции водопроводы и качать воду вот в это озеро и вот он плавает так он его подает дальше полтора года и спасибо прокуратуре Крыма после смены прокурора поклонки пришел адекватный человек который следил за законностью и значит решили этот вопрос это единственный административный вопрос потому что уже парки ну физически умирали лето жара 40 градусов и воды не было то есть была экологическая катастрофа больше ничего власти Крыма принципиально решать не хотят штрафы сносы бесконечные претензии потому что я захватчик потому что вот и так далее так далее хотя ранее земля была согласована никому не нужна водный кодекс не страдает разрыв с объектом есть все безопасно все хорошо и посмотрите на эту картинку крымский раз мы с вами стоим в южнобережной Ялте где земля на верх золота мы стоим в степи тентре Крыма и для туристов это же не для Олега Зубкова здесь Олега Зубкова это абсолютно не нужно у него все прекрасно и хорошо это для туристов Крыма которые придут и увидят картинку как в Таиланде как во Гитнаме где слоны купаются в воде и увезут это популяризируя наш российский Крым разве это плохо господа задача чиновников оформлять землю в законном порядке а не сводить личные счеты и кошмарить предпринимателей и бизнес я вкладываю деньги я отстаиваю свое защищать как умею иногда может быть плохо подбирая эпитеты но извините достали достали поэтому вот это один из камней преткновения сегодня ходят здесь инспекторы регулярно составляют космические опять-таки штрафы вот в суды тащат меня снести посадить закрыть и так далее ну закройте снести можно все кто вам другой такое построит вы выделяете по 20 миллиардов на строительство океанариумов на Дальнем Востоке сажаете по несколько составов этих строителей и потом там гибнут животные мне не нужны ваши миллиарды дайте мне за мои предпринимательские средства построить удивить людей россиян и порадовать и завести слонов чтоб они жили в достойных условиях я за выполнение законов но законов а не кошмаров и не чиновничьего вот этого беспредела противодействия которые на сегодня в Крыму есть никто не слышит предпринимателей и здесь есть господа представители прессы есть Борис Лурье который был депутатом прекрасно знает что это чистая правда что я не наговариваю это все документально подтверждено поехали дальше для участия в этом мероприятии это гости наши из Краснодара вот там сидят это со всех уголков Крыма поприветствует поприветствует здесь есть люди с Алушты подняли руку приветствую вас город герой Керчь приветствую вас среди гостей Керчи я хочу вам представить Которого вы не знаете человека это у нас Константин Ерманов Костя покажись пожалуйста Виктор Сашев я не знаю есть он здесь значит я вам представляю Константин Ерманов который первый в Крыму за несколько дней до переворота вот этого вот случилось снял ухитрился снять украинский флаг и повесить российский это было еще до того это когда Костя был до какого дня 23 февраля 23 февраля поприветствуем Костя смелый мужественный человек мы приветствуем город герой Севастополь Севастополь мы приветствуем Ялту Евпатонию Феодосию ура ребята мы все вместе рады приветствовать всех это пожалуй меня много спрашивают а почему вы не сделали это мероприятие в Симферополе да не дали бы нам делать его здесь перед самым началом объявили бы любой зал который мы оплатили с ним ему бы сказать что он сейчас уже на ремонте поэтому мы очень сильно благодарим создателя этого парка владельца этого парка директора этого парка Зубкова Олега Алексеевича который взял на себя все расходы по этой мероприятии поблагодарим и предоставим ему слово спасибо друзья здравствуйте дорогие крымчане рад вас приветствовать 16 ноября посмотрите я в футболке да и многие здесь вижу в рубашках прекрасен Крым правда прекрасен Крым пять с половиной лет назад Крым перешел в Россию и сегодня только слепой может не замечать тех глобальных изменений которые повсеместно идут в Крыму мы видим что федеральный центр не жалеет средств на улучшение инфраструктуры спасибо да на улучшение инфраструктуры Крыма ну вместе с тем сегодня я считаю имею право на своей территории сказать что мне кажется что диалога настоящего между властью и обществом нет и пример тому мои парки вам нравится в парке Тайган а известно ли вам что сегодня есть несколько исков в судах о закрытии моих парков как вам такая идея известно так вот Николай Николаевич мы с ним провели вчерашний вечер и сегодня он понять не может какие могут быть причины способствующие так сказать появлению таких исков и почему эти парки подлежат кошмариванию на протяжении уже нескольких лет и я со своей стороны попробовал ему это объяснить насколько получилось не знаю но он очень хочет услышать сегодня вас и просьба в ходе нашего сегодня общения в том числе сказать Николаю Николаевичу ваше мнение что является первопричиной кошмаривания парков Олега Зубкова почему меня выживают из Крыма почему я неудобен властям что я делаю не так вот ну поэтому высказывайте сегодня в том числе здесь много блогеров журналистов вот и у нас еще будет одно мероприятие по окончанию у нашего так сказать вот этой торжественной части ну а сейчас поскольку главный гость у нас сегодня российский дипломат историк политолог доктор исторических наук заведующий кафедрой международных отношений московского гуманитарного университета Николай Николаевич Платошкин Николай Николаевич крымчане хотят видеть вас и общаться с вами сильнее приветствуем ребята не так много сегодня порядок следующий вот кто-то записки передал я первые передаю Николаю Николаевичу вот Людмила она будет подходить чтоб микрофон все слышали вопрос и не забывайте представляться кто задает вопрос Людмила смотрите кто и передавайте микрофон а на первый вопрос Николай Николаевич уже начинает отвечать пока готов спасибо нас лупит ли перемирие в Донбассе если ставится личная встреча Зеленского с Путиным и Трампом что ожидать Украине ну вы знаете вот опять конечно Украину жалко что там говорить но у меня как и наверное у всех у вас там есть и друзья и родственники я честно говоря считаю что мы как были одним народом так и остались с 14 года происходят ужасные вещи но я может быть я кого-то сейчас огорчу я был против избрания Зеленского я призывал украинцев не голосовать за него потому что понимать этот человек который продлит агонию вот этого бандеровского режима он там не немножечко еще там лос какой-то наведет там что это все совсем по-другому что это европейская страна на самом деле к власти пришли на Украине по-моему это не значит что у нас все хорошо ни в коем случае там пришли к власти люди которые ничего не умеют и не хотят задача которых после того как все украдено продать землю и уехать на запад ну туда же где у Зеленского там квартира в Великобритании на Кипре но остальные предыдущие у них хоть какой-то опыт был руководства ну хоть чем-нибудь там я не знаю какими-то колхозами и прочее сейчас пришли власти которые могут Украину собственно говоря погубить вот на мой взгляд что касается Донбасса я уже говорил об этом люди живут пять лет в ужасных условиях на Донбассе не только обстрелы еще знаете самое плохое что они получают мизерную зарплату часто вообще ничего не получают и причина этого не того что они там бездельники Донбасс ну как это может быть а то что их не признает никто понимаете они вынуждены торговать давая взятки на границах царит беспредел поэтому я считаю мы обязаны раз это наш народ так же как мы поступили с Крымом в свое время мы обязаны признать эти республики и сделать жизнь там такой чтобы остальная Украина могла этому завидовать а по большому счету я вам так могу сказать вот с 91 года прошло 30 лет но вот разделение России и Украины кому принесло пользу Украина сейчас не достигает уровня 90 года мы из-за того что Украина отпала строим в обход нее газопроводы за счет наших денег по 10-20 миллиардов евро это абсолютно бестолковые деньги которые мы тем самым платим за развал Советского Союза то есть он еще не окончился даньцы нас еще собирают поэтому на мой взгляд чем быстрее мы воссоединимся на добровольных конечно условиях тем будет лучше для всех для русских и украинцев нет здесь старших младших братьев знаете я тоже терпеть не могу когда украинцев у нас называют на телевизии селянами какими-то хуторянами что они там не очень там какие-то образованные и так далее нет Украина в составе Советского Союза была еще более развитой чем Российской Федерации в свое время Антоновское КБ ну заводы эти вы все знаете прекрасно поэтому наше будущее мне кажется воссоединение двух братских народов Немного людей которые имеют такую биографию и такой статус так смело сегодня заявляют о проблемах которые есть в стране если бы у власти были такие люди как Николай Николаевич Платошкин то диалог власти и народа был бы а то что проблемы есть то что мы с вами все родом из Советского Союза и такие слова как равенство братство социализм социальная справедливость для нас отнюдь не чужды но почему-то мы от власти их очень редко слышим больше обмана итак Николай Николаевич вам слово спасибо большое дорогие крымчане что и жители Краснодарского края что приехали на встречу я постараюсь говорить как можно меньше чтобы вас послушать больше всего ответить на ваши вопросы потому что ну может быть я скажу что-то не то что вы хотите ждать пожалуйста задавайте любые вопросы которые вы захотите я буквально пару слов я не был с момента воссоединения здесь с весны 14 года ну и конечно да я согласен с тем что в инфраструктуре что-то делается я думаю конечно что я вас понимаю потому что хотели вернуться в Советский Союз конечно да в то время когда вот было братство когда в Советском Союзе было все равно там да где эта республика находится когда никто там не проводил какой-то розни там между русскими и украинцами ну что я могу сказать я понимаю что есть большое разочарование большое разочарование не очень высокими зарплатами беспределом чиновников то что мы видим в остальной России с девяносто первого года я вас просто об одном прошу хотя я понимаю может быть это трудно вы не путайте пожалуйста Россию с этим коррумпированным чиновничеством которое понаехало к вам сюда после 2014 года и которое дербанило Россию с девяносто первого года наша задача в чем по-моему порвали да наша задача мирными законными средствами сменить уже в 2021 году эту власть которая в девяносто первом разрушила великую страну обрекла на страдание преждевременную смерть миллиона людей в разных союзных республиках мы попытаемся это сделать это будет тяжело но вы знаете я вот жена не даст соврать когда Крым вернулся к нам я еще тогда сказал что с Крыма начнется возрождение России вы пожалуйста это помните мы на вас очень надеемся потому что вы свое мужество уже продемонстрировали один раз теперь вы нас тоже не бросайте в нашей общей борьбе за восстановление в нашей стране социальной справедливости и социализма потому что без вас нам никуда да народ России и в общем целом конечно с 91 года немножко забит пропагандой кое-где запуган но что нам остается делать мы движение за новый социализм я могу сказать одно точно не знаю будет ли у нас победа я в ней конечно уверен одно могу вам сказать купить и запугать нас не удастся нам не нужны в 2021 году там 10 мест в Госдуме там 12 14 15 мы должны с вами напрячься выдвинуть достойнейших кандидатов по всей стране обеспечить каждый участок двумя-тремя наблюдателями чтобы они не украли у нас голоса мирным путем сменить Госдуму и начать возвращение возрождение нашей великой страны мы пытаемся это сделать ну и все это все огромная работа вы понимаете что надо будет поднимать работа тяжелейшая вот я вам что могу сказать многие ведь у нас самый главный сейчас враг по-моему да это пассивность неверия людей которые говорят да там все схвачено да все куплено ну вот ставит человек смотрите у него десятки судебных заседаний ну не знаю нервов просто не хватит иногда да что просто туда ходить и я все это испытывал на выборах в Хабаровском крае когда от меня справку требовали что у меня в школе золотая медаль была понимаете когда писали что Платошкин себе лишнюю квартиру приписал когда не могли найти у меня единственных из кандидатов недостоверных данных об имуществе соврали все кроме меня и они уже обвиняли меня не в том что я что-то скрыл а что я наоборот себе что-то приписал то есть нам все это известно тем не менее в Москве например да красное вместо трех мест в Мосгордуме получили 14 потому что не отходили от них понимаете не отходили от этих урн хабаровский свет выключали мы с фонариками там дежурили ничего они в Москве сделать не смогли хотя руководители комиссии в дамском туалете запирались там на полтора часа и звонили говорили что делать вообще они выигрывают куда нам деваться и все равно никуда не делись я обещал лидера единой России Москвы убрать который сидел двадцать лет на своем посту убрали и если он еще раз посмеет там выдвинуться мы сделаем все возможное чтобы он не прошел и так надо сделать по всей стране мне конечно стыдно перед вами знаете вот как представителю ну большой вот этой основной России что у нас выборы в основном да это не воля изъявления а защита этого воля изъявления когда мы людей учим как себя вести когда из-под блузки бюллетени достают как вести когда свет выключают ну и так далее и тому подобное тем не менее знаете вот выборы последние у нас показали как только народ взялся понимаете когда они приходят на участок люди говорят почему печати здесь нет почему вот эти листы у вас неправильно сделаны да пугается 70 процентов они привыкли просто что им все сходит с рук понимаете и наша задача сделать так еще раз по закону абсолютно да чтобы это не сошло ну а что касается этого парка вот просто закончу прежде чем приступить к вопросам ну я вы знаете я был во многих странах конечно да по своей работе имел благодарности президента ну за те вещи о которых даже пока и говорить не нужно рано да но вот такого я еще нигде не видел понимаете и когда в угоду каким-то мелким интересам понимаете действительно кошмары человека и знаете вот эти люди которые вот против него это делают это враги России почему потому что они знаете как раньше льют воду на мельницу западной пропаганды которые пришли русские начали все долбить разворовывать и они вот этим дают почву для обсуждения поэтому господин Аксенов должен к этому прислушаться понимаете это все беречь надо да уникальные объекты которых нет ни в Европе ни в других странах ну я могу сказать так я думаю мы с вами попытаемся да и совместными усилиями вот это все остановим правильно с кем Путин его отношение к ворам во власти он это отношение понимаете даже по-моему уже не скрывает ну вот вы все может быть видели да как он оценивал воровство миллиардов рублей на космодроме в Восточном да президент России человек с неограниченными фактически полномочиями ну я же ну сколько можно воровать ну и так уже украдены миллиарды ну когда же они остановятся у меня вот вопрос он что комментатор что понимаете вот зачем зачем тогда у этого человека полномочия зачем его выбирали пора власть употребить вот понимаете вот сколько министр образования точнее науки человек с вечерним образованием сельхозинститута бывший министр финансов Красноярского края вызывает академиков и говорит вы на этой неделе что открыли тебе говорят ну мы пока еще вот работаем пишем писать говорит я тоже умею ну гнать надо этих людей в шею к сожалению видите я вам честно могу сказать мое мнение Путин все знает абсолютно да но он привык к этим людям он их никуда не денет поэтому наша задача еще раз мирным законным путем собраться все вместе и сменить власть вот смотрите в Аргентине сейчас недавно поменяли президента который тоже довел за 4 года страну там до полного цугундра но там пришло на выборы 80 процентов населения 80 понимаете когда у нас ходят 20 за остальных можно дорисовать то есть другими словами чем меньше людей на выборах у нас чем меньше наблюдателей тем больше возможностей фальсификации придет 50 процентов хотя бы все мы выигрываем делаем команду сейчас и возвращаем страну на путь социализм причем именно так чтобы люди намучившиеся с 91 года от всех этих реформ ни на один день не ощутили ухудшение своего положения Россия страшно богатая страна если мы прекратим воровство наполовину хотя бы мы с вами еще не будем знать куда деньги девать и конечно пенсионную реформу первым делом отменим чертовой матери конечно а в 91 году присягу здесь не все предали нет и у нас тоже я ведь присягал не какому-то отечеству я присягал союзу советских социалистических республик обязаясь в случае опасности выступить на его защиту я выступил а вы ну понятно все маленькие были у нас получается нет а потому что скажем в той же самой кто тогда вышел за советский союз хотя мы все 17 марта 91 и Крым кстати голосовал за советский союз Крым дал больше голосов тогда за СССР чем Москва например чем Свердловск и прочее поэтому ну как вот у меня тоже были родственники на Украине они не хотели принимать украинское гражданство им что говорили паспорт не получишь квартиру отберем нет ну конечно сейчас можно говорить да вот что они там в свое время вот это вот все натворили ну а какой был выбор правильно у людей которых бросили которых Ельцин бросил а он только вас что ли бросил он и меня бросил понимаете советский союз это моя родина так же как и ваша поэтому если мы сейчас будем говорить вот это там при Украине был украинским гражданином или то что здесь много Украины да вы в России поедете там еще хуже там еще хуже там что Украина была когда-то где-то там вот этот беспредел чиновников вы думаете о в Москве нет в Хабаровском крае человека сняли знаете за что с выбором у него жена умерла и он ее так любил что он из паспорта штамп о браке не убрал его сняли после того как он отказался сведения об имуществе жены предоставить он им свидетельство о смерти они говорят не волнуй пошел вон какая Украина здесь виновата я еще говорю у меня по поводу Украины иллюзий нет и я вот не согласен немножко с тем товарищем вот который ходил что Путин и Шойгу в 2014 году там вообще роли не сыграли и все население России ну нормальное конечно вы извините у нас тоже дураков хватает знаете вот мне говорили да зачем нам этот Крым если из-за этого там сыр перестанут возить или компьютеры подорожают да черт с ними таких 7-8 процентов остальные все за Крым что там говорить нормальные люди и то что Путин и Шойгу тогда вот это все сделали самое главное бескровно ну посмотрите на Донбасс да я кстати был за то чтобы там же тоже был референдум в мае тоже с такими же абсолютно результатами да струсили тогда побоялись новых санкций после Крыма ну что говорить могу только принести за это извинения хотя я не состоял там в правительстве тогда так что что касается вашего уважаемые жители гости Крыма я прежде всего хотел бы обратиться вот по какому поводу среди нас нет уважаемого человека первого президента Крыма Юрия Александровича Нешкова мне бы хотелось минутой молчания почти память этого прекрасного человека который боролся за справедливый Крым за как говорится за социальную справедливость ну и просто и не воровал и не воровал человек благодарю ну и теперь вот я не хотел предыдущему оратору сказать что тут мы услышали знаки благодарности Путину и Шойгу что он нас уберет крымчан типа здесь от войны да нет вы немножечко заблуждаетесь я вам хочу сказать они побоялись хаоса если бы здесь началась бы в Крыму война то Чечня и все тому подобное здесь просто бы отдыхала Крым бы был бы просто уже неуправляемым и действительно как сказал Николай Николаевич они ждут что мы дадим толчок справедливости и социальных как говорится переменам по всей России пойдут из Крыма и это было бы уже пошло и сейчас они все это прекрасно все понимают делайте анализируйте делайте выводы не говорите таких громких пущей в Крыму и вообще в России гонения знаете все это не справедливость и неправда просто вот среди всех присутствующих людей пусть мне кто-нибудь скажет лет двадцать назад он знал что такое здесь город Белогорск нет нет видите видите вот был власт теперь этот город знает во всем мире все говорят там те львы там те зубков да так давайте просто мы как люди не как казаки не как люди а то красоту сохраним для своих внуков детей внуков и спасибо Олег Алексеевичу спасибо у вас есть вопросы Николай Николаевич у меня есть предложение вот когда у нас все вопросы иссякнут добрый день всем знаете хотел бы вас немного поправить после исторического воссоединения Крыма с Россией сюда не нагрянуло огромное количество материковых чиновников единицы которые приезжают в Крым которые уже состоялись как личности которые имеют опыт управления которые имеют квартиры детей не пойдут сюда на эту мизерную зарплату когда они должны будут снимать квартиры здесь и тратить свои средства сюда потянулись небольшое количество чиновников которые можно назвать смело мошенниками но их не подавляющее большинство как я уже сказал после исторического воссоединения Крыма с Россией Крым ушел из Украины однако Украина из Крыма не ушла у нас остались все функционеры которые грабили Крым на протяжении всех 20 лет при Украине остались при власти чего стоит например конкурс главы администрации Валушки когда представляем соискателя говорят о том что Огнево занимает должность муниципальной службы последние 17 лет это у нас обновление команды произошло когда без каких-либо конкуренции она становится главой администрации я тоже попробовал поучаствовать в конкурсе главы администрации Феодосии считаю что показал свой опыт и знания однако ожидаемо в финал прошли другие люди и вот эти все потешные конкурсы которые недавно объявили с целью обновления команды показывают то что команда невыгодно обновляться у нас в Крым выделяются сотни миллиардов рублей если проанализировать цифры с 2014 по 2019 год где-то около 700 миллиардов было выделено в рамках ФЦП на Крым однако освоить смогли не больше 200-250 миллиардов все остальные средства просто Крым не увидел за эти деньги можно было стереть Крым с лица земли и отстроить заново футуристический центр вы посмотрите что творится с Тавридой президент еще года два назад сказал дайте мне лицо ответственное за Тавриду чтобы кого можно было повесить это досрочные слова но посмотрите я недавно давал запрос у нас Таврида до десяти раз превышает число ДТП и смертности по сравнению с старой трассой она строится ну мягко говоря это сейчас строительная площадка на которой каждый день гибнет это Украина виновата нет это виновата вы сказали осталась Украина здесь я сказал что остались украинские чиновники они то есть не освоили конечно это не освоение идет здесь простите от Кабаровском крае было там тоже самое там тоже Украина виновата нет извините я вот проехал недавно до Москвы и обратно и к сожалению почему могу сделать вывод почему здесь все устраивает любой чиновник приезжая из материковой части России допустим с проверкой видит такую же Россию разбитые дороги там убитые школы убитые так вы же сказали в этом Украина виновата я не сказал что в этом виновата украина осталось много Украины в Крыму я сказал вы не слышите меня я сказал что у нас осталось множество украинских чиновников если раньше у нас Крым в Хабаровске тоже они остались что я не могу понять подождите я сейчас пытаюсь вам объяснить в остальной России тоже остались украинские чиновники что ли смотрите у нас в четырнадцатом году Крым вернулся в состав России его можно было с чистого листа сделать заново назначить новых людей которые действительно были патриотически настроены извините меня у нас вице-премьеры Крыма которые скакали по госсовету а сейчас сидят в тюрьме в четырнадцатом году пугали людей из БУ уголовными делами за то что Крым вернется в Россию но их назначают замами Аксёнова если у нас чиновник который в судаке сдирал флаги России когда их вывешивали становится вице-премьером Крыма и тоже сейчас находится в ПК я прежде всего хочу сказать что вот за эти пять лет у нас социалистический лагерь полностью лёг под команду Аксёнова значит он не социалистический да смотрите ну почему в шестнадцатом году вот я не знаю вы КПРФ представляете или коммунистическую надо было узнать ну смотрите у нас что коммунисты что КПРФ полностью любили под действующую то есть вам всё равно кого представляют нет не всё равно я вас хотел спросить почему о Крыме забыли вот в шестнадцатом году были выборы в Госдуму коммунисты не показали результат была пенсионная реформа в Крыму не было практически митингов коммунистов против пенсионной реформы у нас сейчас были выборы девятнадцатого года у нас никто не осуществлял на выборах никакую агитацию извините меня когда выдвигает Богатыренко который голосует за Аксёнова ну это просто позор как вы собираетесь выигрывать выборы двадцать первого года на кого собираетесь сделать ставку и какую какую цель вы ставите себе здесь по Крыму а в девяносто первом году присягу здесь не все предали нет и у нас тоже я ведь присягал не какому-то отечеству я присягал союзу советских социалистических республик обязаясь в случае опасности выступить на его защиту я выступил а вы ну понятно все маленькие были да у нас получается да нет а потому что скажем в той же самой Москве кто тогда вышел за Советский Союз хотя мы все семнадцатого марта девяносто первого и Крым кстати голосовал за Советский Союз Крым дал больше голосов тогда за СССР чем Москва например чем Свердловск и прочее поэтому ну как вот у меня тоже были родственники на Украине они не хотели принимать украинское гражданство им что говорили паспорт не получишь квартиру отберем нет ну конечно сейчас можно да вот что они там в свое время вот это вот все натворили но а какой был выбор правильно у людей которых бросили которых Ельцин бросил а он только вас что ли бросил он и меня бросил понимаете Советский Союз это моя родина так же как и ваша поэтому если мы сейчас будем говорить вот это там при Украине было украинским гражданином или то что здесь много Украины да вы в России поедете там еще хуже там что Украина была когда-то где-то там вот этот беспредел чиновников вы думаете его в Москве нет в Хабаровском крае человека сняли знаете за что с выбором у него жена умерла и он ее так любил что он из паспорта штамп о браке не убрал его сняли после того как он отказался сведения об имуществе жены предоставить он им свидетельство о смерти они говорят не волнуй пошел вон какая Украина здесь виновата я что говорю у меня по поводу Украины иллюзий нет и я вот не согласен немножко с тем товарищем вот который ходил что Путин и Шойгу в 14-м году там вообще роли не сыграли и все население России ну нормальное конечно вы извините у нас тоже дураков хватает знаете вот мне говорили да зачем нам этот Крым если из-за этого там сыр перестанут возить там или компьютеры подорожают да черт с ними таких 7-8 процентов остальные все за Крым что там говорить нормальные люди и то что Путин и Шойгу тогда вот это все сделали самое главное бескровно ну посмотрите на Донбасс да я кстати был за то чтобы там же тоже был референдум в мае тоже с такими же абсолютно результатами да струсили тогда побоялись новых санкций после Крыма ну что говорить могу только принести за это извинения хотя я не состоял там в правительстве тогда так что что касается вашего задача ведь какая на мой взгляд чтобы к 21 году наши сторонники в каждом регионе сами без Москвы выдвинули сильнейших кандидатов мы что предлагаем чтобы дебаты были между разными кандидатами в интернете у нас чтобы люди сами решали кто по результатам этих дебатов пойдет единым кандидатом от левых сил в Крыму в Москве в Курске и прочее чтобы народ впервые принял участие в самом отборе этих кандидатов а не удивлялся потом там откуда эти все люди взялись там вообще кто их взял вот ваша задача в этом и состоит в том числе если мы чем-то можем помочь поддерживаете вы такую идею Вопрос хочу Вы сказали что следить мало и вы правильно сказали я вот на самом деле приехал чтобы помочь Олегу Зубкову на самом деле я буквально в пятницу выходил с собирательным пикетом в Симферополе вот молодец да вот как раз таки следить мало надо что-то делать защиту зоопарка защиту Олега Зубкова потому что конечно то что происходит это несправедливо и власть действительно пытается всякими методами корыстными в своих корыстных целях забрать эти парки поэтому что я вообще хотел сказать я пришел чтобы спросить у Олега Зубкова чем мы простые люди простая молодежь может вам помочь потому что то когда когда я вчера извините не вчера нет все правильно вчера в пятницу стоял с табличкой получается ко мне подходят люди на самом деле есть те которые проходят и просто-напросто отводят глаза и видно что им то ли не интересно то ли они не хотят мне так помогать но были те кто подходили действительно хотели помочь они спрашивали чем мы можем помочь и вот я здесь чтобы спросить у Олега Зубкова скажите пожалуйста чем мы можем вам помочь сейчас еще один момент также я попал в Крымреалии новости и я запустил хэштег хэштег выглядит вот так одну секунду я попрошу в интернете кто может постараться его распространить называется хэштег это он вконтакте фейсбуке что написано что написано на вашем хэштеге написано одну минуту я немножко волнуюсь save тайган энд сказка называется этот хэштег на самом деле видео я еще выпустил она набрала в общей сложности где-то 30 тысяч просмотров и как я сказал симферобольцы не бездушные и очень многие переживают и крымчане переживают по поводу зоопарков и мы с удовольствием можем вам помочь а насчет того что вы говорите если честно мне как молодежи неинтересно и вы на самом деле говорите неинтересные вещи и молодежь я думаю за вами не пойдет вам социализм не нужен вам олигархат вот этот нужен я скажу так просто-напросто вы говорите то что уже в прошлый век спасибо сегодня всемирный день молодежи ну смотрите я говорю я говорю прошлый век вы сказали вообще ничего заявив что подскажите чем помочь я вам подсказал пойдем сейчас буквам снимем ролик дальше что бы я еще сделал вот идея пришла там человек видите он конечно из нового века спиной даже повернулся давайте основим живую цепь вот прямо сейчас вокруг одного из вольеров и нас снимут с квадрокоптера например можем мы это сделать как бы защитив живой цепью вот этот зоопарк а что касается вот этого молодого человека видите ему как бы до фени он ушел я например спасал восточно-берлинский зоопарк когда там после воссоединения восточно-берлинский хотели убрать знаете почему потому что там фауна из советского союза ничего вот да мы со всеми людьми там встали а зоопарк еще больше этого он тоже вот такой уже был планы примерно да свободу спасли правда я должен сказать вот чего мы не должны допустить тогда мы этот зоопарк спасли но директор не пережил умер от инфаркта вот сейчас мы этого не должны допустить мы должны это спасти вот либо так либо еще записав на мой взгляд обращение к президенту потому что еще раз на мой взгляд крымские власти они должны понять что вот таким отношением они здесь играют на руку запада они веру в россию подрывают понимаете вот светлую веру людей которые за нас там в четырнадцатом году там готовы были жизнью рисковать и президент должен это понять и чем больше вот нас будет тем лучше вот видите он сказал и ушел вот чем я могу помочь не услышав ответа человека у которого по десять судов там каждый день вот хэштег записал и свалил вот так тоже можно это да